МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селфи с картонным вождем пролетариата сделать не удалось. Годовщину Октябрьской революции отметили традиционно демонстрацией и митингом. В крае сохраняется пасмурная и снежная погода. Жители городов региона предупреждают об опасности падения сосулек и снега с крыш зданий. Специальная комиссия в Барнауле осмотрела кровли и выявила десяток нарушений. Кто в ответе за снежные шапки и глыбы льда на крышах, расскажет Елена Кузовкина. На ближайшие пару дней синоптики прогнозируют комфортную для ноября погоду. Особых перепадов температур от минусовых к плюсовым пока не будет. Но уже к выходным в ночное время столбик термометра может опуститься до 20 градусов. А это значит, что сегодняшние ручейки, которые бегут с крыш, превратятся в сосульки. На некоторых домах Барнаула висят таблички вроде этой. И летом, и зимой они предупреждают о том, что находиться рядом в данном случае с этим зданием небезопасно. Правда, устанавливать подобные надписи управляющей компании не обязаны. В правилах это нигде не прописано. Зато прописано другое. Согласно установленным нормам, пешеходы не должны приближаться к фасадам ближе, чем на 10 метров. И уж тем более припарковывать автомобили. Вопрос о минимально допустимом расстоянии от парковки до здания рекламентируется законом. Если следовать своду правил по градостроительству, планировке и застройке городских и сельских поселений, то получается, расположение многих парковок, и не только в Барнауле, нормам не соответствует. Правда, нормы эти были актуальны еще в советское время. А потому в интернете все чаще появляются подобные видео. Ответственность за состояние городских кровель лежит на управляющих компаниях. Вот только у коммунальщиков нет определенного графика уборки снега и сосулек с крыш. Эту работу проводят по необходимости. И порой могут просто не знать о нависшей угрозе. Юрист Дмитрий Лебедь советует жителям проявлять активность и сообщать о проблемных кровлях. По его словам, при желании можно распрощаться с нависшими глыбами раз и навсегда, если последовать опыту столичных городов. Например, в Петербурге и в Москве такая практика появилась, что устанавливают специальные обогревающие провода по именно фасаду домов, то есть по крыше, но также на трубах сливных. И они, в принципе, обогревают как весной, так и зимой данные, то есть крыши. И появление сосудов буквально исключено. Однако установка подобных обогревателей во многом ложится на плечи жителей. Назвать стоимость невозможно только после расчета специалистов. А вот что уже известно точно. Барнаульские управляющие компании, которые будут плохо чистить городские крыши, получат штраф не менее 5000 рублей. Только покроет ли это ремонт неправильно припаркованного автомобиля и вернет ли здоровье пострадавшему человеку – большой вопрос. А потому давайте будем бдительны и обходить опасные крыши стороной. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. Если проезд в общественном транспорте Барнаула и будет повышен в ближайшее время, это не решит всех проблем пассажироперевозчиков. Такой информацией поделился с нами в телефонном разговоре Николай Долженко, исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков. По его мнению, без помощи и поддержки властей региона не обойтись. Многие предприятия на грани банкротства. Повышение, если и будет, оно, я думаю, будет в ближайшее время, это будет на 2, ну на 3 рубля максимум. Себестоимость проезда уже за 30 сегодня по тем ценам топлива и по тем затратам, которые сегодня идут. Поэтому эта погода не сделает совершенно. Сегодня все средства уходят только на топливо. Сегодня мы не можем повысить заработную плату. Уже до 40% в некоторых предприятиях нехватка водительского состава. Сегодня валятся, извините за такое выражение, автобусы большой вместимости, потому что много лет не приобретается новый подвижной состав. Поэтому мы сегодня предлагаем городу, просим край рассмотреть в комплексе вопросы пассажирских перевозок. Ну, кстати, встречу предпринимателей и властей края на эту тему, которая должна была состояться накануне, по объективным причинам отложили. Но, по заверению Долженко, власти региона настроены на конструктивный диалог. А вот между тем новые машины пополнили сегодня автопарк домов-интернатов региона, а также реабилитационных и комплексных центров обслуживания населения. Ключи от 19 автор губернатор края Виктор Томенко вручил главам социальных учреждений. До сегодняшнего дня автопарк социальных служб региона насчитывал 130 машин, но и такого количества не хватает. По словам руководителей домов-интернатов, находящихся в отдаленных районах, сейчас в распоряжении учреждения от силы два авто и те в неисправном состоянии. Есть же проблемы со старыми автомобилями, которые ломаются, которые выходят из строя. Когда новый автомобиль, он работает, он не ломается. Мы можем рассчитывать и распределять, планировать свою работу. Автомобили просто жизненно необходимы, ведь практически каждый день ветеранам и инвалидам нужна медицинская помощь. Сотрудники центров не только доставляют их в городские больницы, но и привозят врачей, психологов и юристов непосредственно в социальные учреждения. Поверьте, износ наших автомобилей такой огромный, и поэтому своевременное получение новых таких автомобилей позволит, конечно, нашей системе быть более мобильной, быть более для населения доступной. Очередное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня. Все случилось рано утром на участке трассы Барнаул-Рубцовск. По предварительным данным столкнулись с легковой автомобиль марки Тойота и грузовой Вольво, которым управлял мужчина 66-го года рождения. Установлено также, что за рулем легковушки была молодая женщина, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Продолжим. Не все пошло по плану. Сделать селфи с вождем пролетариата Владимиром Лениным нашему корреспонденту сегодня не удалось. Картонная фигура Ильича должна была по задумке стать центральной на митинге в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Однако не случилось, видимо, по причине ненастной погоды. Правда, она не помешала представителям Компартии разных эпох пройти праздничным шествием по Ленинскому проспекту. Это праздник, я думаю, большинства народа нашего советского. Я ощущаю себя советским человеком, потому что это был, я их как считаю, самый справедливый строй на свете. Демонстрантов мы насчитали порядка 500 человек. Позже все они присоединились к митингу памятника Ленину на площади Советов. Как и много лет назад, здесь звучали поздравительные речи и советские песни. Сегодня ровно 70 лет с того дня, как в Барнауле запустили первый трамвай. В честь этого события Горэлектротранс повторил его маршрут для работников и ветеранов предприятия от Площади Свободы до Нового рынка. Какими были вагоны первых барнаульских трамваев и в каких условиях приходилось работать водителем и кондуктором, расскажет Ирина Корчагина. Современный пионер сегодня повторяет маршрут первого трамвая Барнаула, который с 7 ноября 1948 года проехал 25 километров от Площади Свободы до Нового рынка и обратно. Первые барнаульские вагоны, которые привезли из послевоенного Ленинграда, были пробиты пулями, без окон, дверей, колес и пассажирских сидений. Экскурсоводы рассказывают, до появления электротранспорта в Барнауле было всего два автобуса. В основном люди передвигались пешком, поэтому трамвай ждали всем городом. И вот свершилось. В 1946 году Сталин подписал постановление о строительстве в Барнауле первой очереди трамвая. Нина Кузнецова начала свою работу водителем трамвая в 1964-м. Сейчас, сидя в комфортном вагоне, вспоминает. Кабина не закрывалась, двери не закрывались. Их называли распашонами. Мы все в горы едешь, и дверь сюда скатилась. В гору едешь, и дверь сюда скатилась. Она отдавала пассажирам, чтобы сесть. Они что, дугу оттянули? Теперь водителям уже не приходится подкладывать в кабину горячие кирпичи и чистить трамвайные пути. А за движением городских трамваев сейчас следит более двух тысяч сотрудников горы электротранса, которые не забыли, с чего все начиналось. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Несанкционированные свалки в Топчихинском районе скоро должны уйти в прошлое. В этом уверен региональный оператор, который будет заниматься вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. Ему должна помочь глобальная федеральная реформа. Вот на этих нескольких листах то, как теперь жители Топчихинского района и специалисты сферы должны будут обращаться с мусором. В планах масштабные изменения. Региональный оператор по обращению с ТКО – это собирательный образ, это юридическое лицо, которое заключило с субъектом на конкурсе соответствующее соглашение. Выносить ссоры из избы отныне нужно будет по-новому. С каждым жителем заключат договор на вывоз мусора, каждый обязан платить за эту услугу. Такова буква закона. Население освободится первое от несанкционированных свалок, то есть чистые берега, чистые леса и получит возможность в шаговой доступности опустить свои отходы в бак мусоровоза, либо в бак на площадке. Этот вопрос, как и многие другие, региональный оператор обсудил во время встречи с представителями власти Топчихинского района. Ответственность за уборку взяла на себя компания спецобслуживания центральное. У фирмы уже есть положительные примеры работы. На сегодняшний день постепенно запускается у нас Бийская зона, то есть Бийск, Белокуриха уже с 1 ноября работает как бы по-новому. Население как бы спокойно переходит на этот период. В принципе, я думаю, что система новая и более услуга качественная оказывается. В планах у специалистов строительство нового полигона. Это в перспективе на три года. Сама же мусорная система должна будет заработать в районе с 1 января 2019 года. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Межрегиональный турнир по мини-футболу «Золотая осень» прошел в праздничные выходные в Камни-на-Аби. Участие в нем приняли 8 команд. Представители Алтайского края, а также Новосибирска. За хозяев турнира выступила команда «Алькон», которая уже давно заняла почетное место на футбольном олимпе. Об уникальной команде победителей не только расскажем далее. Пожали руки и сразу в игру. Свою первую игру футбольная команда из Камни-на-Аби сыграла 4 года назад и быстро вышла в лидеры. С 8-й лиги «Алькон» триумфально вырвался в первую. К победам команда везет ее бессменный капитан, бизнесмен Павел Телепнев. Его компания «Ситипласт» уже на протяжении 10 лет является официальным дилером «Алькон» в Камни-на-Аби. Когда его страсти к футболу узнали коллеги, решили создать футбольную команду. Учредитель компании «Электрубников» поддержал инициативу. И вот уже пятый год команда в списке лучших игроков края. 0-27 в пользу «Алькон». Бывают и такие триумфальные победы, признается капитан команды. Спорт – это и есть бизнес. Бизнес – это спорт. Борьба, конкуренция. Такие же неудачи, удачи как в продажах, так и в спорте. Ты растешь с каждым годом и становишься лучше. Василий Сорокин – тоже уважаемый дилер компании «Алькон» много лет. Бизнесмен, как и его коллеги, дружит со спортом, активно увлекается горными лыжами. А сегодня вместе с командой поддержки придает бодрости товарищам с трибун. «Алькон» – чемпион! Парижа этого салона! Футбол, как известно, командная игра. За 16 лет работы «Алькон» сформировал достойную команду специалистов-единомышленников. Причем профессионалов не только в спорте, но и в оконной сфере. Честные и по правилам играют везде. На футбольном паркете – в бизнесе. «Мы не только улучшаем качество жизни наших горожан Алтайского края, предоставляя первоклассные услуги и надежные конструкции материала, но мы еще и продвигаем спорт». Глядя на талантливых чемпионов, все больше ребят будут мечтать о карьере футболиста, виртуозно забивать голы. Но главное – заниматься любимым делом. Такому правилу уже более 15 лет следуют дилеры и сотрудники компании «Алькон», которым доверяет свой комфорт тысячи людей. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту «Джиэмпи». На всей территории края пасмурно и снежно. В «Алейске», «Белокурихе» и «Заринске» – до плюс одного, в «Бийске» и «Славгороде» – до плюс двух. В «Барнауле» пасмурно, снег. Ветер юго-западный порывистый. В ночное время до минус одного, днем около ноля. Напоминаю, телефон редакции в «Барнауле» – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok